Друзья мои, всем привет! Это Лига Реал Эстейт и да, это мы, та компания, которая огромное количество знает про турецкую недвижимость в Мерсине, в Алании, в Северном Кипре. В общем, огромное количество и полезное, главное, и правдивое. Сегодня речь пойдет о Мерсине. Мы включаемся из этого города, из центральной ее части, под названием Юнишехир. И вы знаете, если вы подумаете о том, что я нахожусь в каком-то курорте, пансионате, санатории, или просто в каком-то фешнебельном отеле, вы ошибаетесь! Потому что я, ну не скажу, что в обычном комплексе, но в комплексе, которых я лично ни разу в Мерсине не встречал. У меня сегодня будет огромное количество запинаний, я буду много сегодня мучать и говорить невнятные слова, потому что это эмоции, и они реально искренние, потому что я в этом пространстве изобилия всего, не могу один, естественно, находиться и не смогу разобраться. У нас есть специальный человек, зовут ее Снежана. Снежан, появляйся к нам, привет! Привет, Денис, рада тебя видеть у нас в Мерсине! Спасибо! И сегодня ты мне прямо расскажешь про этот объект, потому что это даже не объект, это проект, который мне невероятно запал в душу, я тебе клянусь. Это даже не, ну, я забегаю чуть-чуть вперед, это даже не потому, что он стоит тут много денег, это не потому, что он находится где-то вот в центральной части, потому что в нем совокупность всего того, чего вот хочется, в чем хочется жить. В общем, давай, рассказывай все, что, где мы, почему сегодня будем разбираться в этом, что называется, детально выколупывать все нужные вещи. Хочу тебя познакомить с крутым проектом. Этот жилой комплекс расположен в центре города. То есть, это центральная часть? Это центральная часть, это Енишехир. Здесь буквально два километра от моря и шикарной нашей набережной знаменитой Мерсинской. Проект жилой уже готов. То есть, это прям уже финальный финальный. Все, он сдал. Уже сдал буквально вот через две недели. А, ну, то есть, какие-то последние, последние штрихи. Вот прям последние штрихи. Вот даже мужчина вот работает, видно, что последние штучки это делают. Да, это уже КПДжи, следят за садом. Посмотри, обрати внимание, какая красотища, сколько здесь зелени. Друзья, слово красиво, я обалдел и круто. Извините, но их будет сегодня много. Ну, на самом деле, красиво. У меня вообще было ощущение, когда мы зашли вот с Женькой сюда, о том, что мы попали в какой-то балийский, тайский курорт. Потому что здесь все в каком-то таком стиле. Огромное количество насаждений, зелени очень много, что тоже немаловажно. Очень круто, очень круто. Помимо зелени, здесь еще, обрати внимание, очень много беседок, бассейнов разных, где вашей семье, да, ну, то есть, семье наших клиентов будет удобно отдыхать, наслаждаться зеленью, природой. И повторю еще раз, что мы находимся в самом центре Мерсина, то есть, это Енишихир, буквально 2 километра от знаменитой набережной Енишихирской. Ну, и также по локации, если начнем с локации, да. Что здесь, да, вот давай, что вокруг есть здесь? Хочу обратить внимание, что данный жилой комплекс находит буквально в шаговой доступности, первое, гимнастический салон олимпийский. Так, это где-то вот там, да? Ну, это буквально, вот если пройти наискось, да. Сзади нас расположен баскетбольный олимпийский комплекс, новый, современный, где проходят разные чемпионаты. За баскетбольным комплексом расположен теннисный олимпийский комплекс на 12 кортов. То есть, там проходят турнир на 12 кортов. Это большой, крупный, современный, новый, как бы, спортивный комплекс. Поэтому, сегодня я хочу представить вам квартиру, кому подходящую, подходящую, большой семье с детьми, которые планируют переехать на ПМЖ, и чтобы дети, да, могли ходить спокойно на всякие спортивные мероприятия, ходить в школу, в лице. Здесь, кстати, несколько есть частных школ, очень хороших, как и государственных. Ну, и в первую очередь, конечно же, обрати внимание на саму инфраструктуру. Инфраструктура обалденная. Конечно, есть у меня один маленький вопросик, один, но я его задам чуть попозже. Чего мы уже, мы, аланийцы, я имею в виду, привыкшие, уже избалованы всякими разными плюшками в виде спортивных залов, бассейнных крытых, с подогревом, хамамом, сауной и все прочее. Вопрос, почему здесь нет этого? Вот просто этого нет. Блин, такой обалденный комплекс, и вот черное, вот это пятнышко, вот это вот черненькое, капелька дегтя. Да, Денис хочет просто сказать всем, что данном жилом комплексе, он большой, масштабный. Он крутой. Да, есть много бассейнов, всего, что нужно, в принципе, для жизни. Но единственный момент, нету сауны и хамама. Почему? Потому что данный жилой комплекс, так как цена здесь такая очень высокая, все-таки востребована, да, востребована все-таки среди турецких жителей, то есть местные богатые люди. И местные, они не особо любят сауны, они зачастую стоят, как бы, они им не пользуются. А, то есть они типа просто... Они им не пользуются, потому что, да. Зачем переводить деньги? Мы их вложим, не знаю, в дополнительный какой-нибудь бассейн или теннисный корт, ну или там в спортивный корт. В принципе, в городе есть, да, прям большие такие сауны, хамамы, прям именно как спа-зоны. Им вполне достаточно, скорее всего, буду проехать и посмотреть. Поэтому... Ну вот спортзала, вот спортзала не хватает. Или он здесь будет? Нет, спортзал будет. А, все, все, сняли вопрос. Огромная баскетбольная площадка, вот сзади нас как раз-таки мы туда проходим. Теннисная есть, мы сейчас, кстати, спортзал заснимем тоже, пройдем. Я тебе покажу. Давай. Да. Единственное, нету самого их хамама. Почему? Потому что турецкие жители, да, все-таки восточная культура и здесь немножко... Все, тогда снял вопрос. Абсолютно. Потому что внешняя инфраструктура, озелененная территория или там, я не знаю, еще что-либо, вообще вопросов нет. Еще, знаешь, какой я плюс хочу заметить? Он очень вообще, ну вот, казалось бы, вообще такой дурацкий. Но наличие лавочек вон там, вон там, ты абсолютно спокойно можешь везде присесть. Это возможно, ну, для кого-то это важно, для кого-то неважно. Мы когда, ну, во-первых, мы люди, там, не знаю, с разных стран, да, постсоветского пространства, мы всегда, не знаю, ну, хочется присесть куда-то, ну, не знаю, вот, ну, привычка такая. Возле подъезда бабушки сидели, мы там где-то там, ну, иногда на карточках сидели, ну, ничего страшного. И когда я приехал в Турцию, я, ну, их прям мало находил, особенно в комплексах. А здесь, классно, вот, три стоят. Вон там мы гуляли, стоят. Вот там вообще прям, вот, ну, прямо, что называется, сиди и наблюдай закат. Класс! Класс! Даже скажу больше, помимо лавочек, здесь еще 8 беседок. Обрати внимание, они такие. И они крытые. Классные, да. То есть, там есть даже шторки, если ты хочешь уединиться, например, со своей семьей, позавтракать, пообедать или какое-то мероприятие. И это не беседки для зоны барбекю, потому что зона барбекю отдельно стоит. Это чисто просто посидеть, как говорится, почилить и получить удовольствие. Все, я уже не терплю желание попасть в квартиру. Давай, пойдем, пройдем. Я уже не знаю, в каком блоке, тем более, звуки нам помогают в этом. Сейчас мы пройдем в комнату шоурум. А, в шоурум. Отлично, ребята, поехали. Смотри, Денис, я тебе знакомлю с спортзалом. Здесь около 80 квадратных метров. Сейчас, конечно, это только вот первые тренажеры, которые пришли. Ну, он еще в стадии заполнения, так сказать. Да, да, то есть, как я ранее говорила, тут буквально еще пару недель, и уже, в принципе, можно будет пользоваться. Друзья, беру свои слова назад, а то сейчас скажут, что вот, наговорил Дениса, спортзала нет. Нет, спортзал есть, хорошее оборудование. Я, конечно, в брендах нифига не разбираюсь, но, судя по тому, что это все четко новое, видно, что вот под разные разные всякие разные тренажеры, и беговые дорожки, и вело, и всякие усиления, и качаться. В общем, все здесь есть, нормально, хорошо, проветриваемое и большое пространство. Освещенное. Да, да, кстати, естественно, свет тоже классный. Так, проходи, Денис. Красота. Дорого-багато. Дорого. Нет, в хорошем смысле, друзья, то есть это, мы привыкли о том, что эта фраза звучит в каком-то издевательском стиле, цыганском, да, но здесь классно. Да, понятно, что мы в шоуруме, да, понятно, что эта квартира не так, как они сдаются, а мы потом покажем попозже, как они сдаются непосредственно. Ну, понятно, что здесь сделан ремонт, понятно, что это все, опять же, вкусовые дизайнерские моменты, то есть кому-то нравится, кому-то не нравится, но да круто, блин, да круто, мне нравится. Понятно, что есть вопросы всегда, да, во всяких моментах и цветовой гамме, но это уже такие детали, хочется просто посмотреть воочию, как это все выглядит. Так, давай в цифрах, это у нас... Давай я расскажу. Давай, да. Так, смотри, на данный момент мы находимся в квартире 5 плюс 1. Что это значит? Это значит, что здесь 5 спален, 4 санузла, да, и на этаже всего лишь по 2 квартиры. Во всем доме только по 2 квартиры на одном этаже. А, вообще во всем доме? Да, во всем доме только по 2 квартиры. И, ну, она одноэтажная у нас? Одноэтажная, да, это не дуплекс, это одноэтажная квартира, большая, просторная, у нас, получается, нас встречает большой уход. Сколько квадратов вообще общей сложности? 360 квадратных метров общая площадь, да, 360, крутая квартира, вообще безумно. Очень крутая. Обрати внимание, на потолки здесь 3,20, то есть высокий потолок, что, в принципе, нестандартно для Мерсина. Просторная, как бы, входная группа. Вначале нас встречает спальня для персонала, возможно, для нянечки, там, еще кого-то. Для ведущего канала, в принципе, тоже подойдет. Отлично, да. Для менеджера, для оператора. Да, можно, можно пройти в эту комнату, посмотри. Конечно. Во-первых, прихожая огромная, или там, как она правильно называется, да, прихожая. Понятно, что есть отдельный санузел классный, все здесь красиво, стильно, вкусно. Свой балкон. А вот это, ну, это уберется, да? Это временно, да. А, ну, это прям, понятно. Огромный балкон, огромнейший балкон, реально. И это только комната, как можно сказать, вот для персонала. Ну, понятно, для кого-то, для нянечки, не знаю, там, понятно, что в такой семье наверняка будет нянечка. Однозначно. Санузел достаточно просторный, шкафчики разные. Мне очень нравится, ну, я так понимаю, это же все-таки, я не знаю, сдаются с такими радиаторами? Да, все, получается, в целом включены радиаторы. Да. Вот такие матовые, классные, суперклассные. Огромные, ты идешь по какому-то холлу, то есть это не коридорчик, это не прихожая какая-то, это прям холл, который, да, и ты выбираешь сюда пойду, сюда пойду. Обратите внимание, гардероб, гардероб, также там и включается санузел. Жаль, давай проверим. Ну, гардероб, понятно, что тут, чему удивляться, он и так хорош, но санузел, он такой, я так понимаю, типа общего назначения, да, просто и тунитаз, раковина, ну и все. И так вот, опа, закрыл, и все, и красивенько, и как будто ничего нету, да. В конце концов, круто. Давай мы с тобой пройдем теперь на кухню, обратите внимание. Кайф, вот это классно. Красота. Я, друзья, специально не заходил раньше сюда, для того, чтобы реально, вот сейчас мои эмоции, это не наигранные какие-то, это прям реальные эмоции, когда я вижу, а там, боже мой, там вообще какой-то полигон. Просто супер. Даже смотреть не буду. Кухня, да, совмещенная. Обратите внимание, как будет комфортно, хозяйки здесь готовят что-то для своей большой семьи, то есть все продумано до мелочей, высота как бы столов, да, качество фурнитуры, отделки, то есть она современная такая, модная, просторная, самое главное, просторная. Здесь есть небольшая зона отдыха, где можно подождать, пока супруга готовит. А вон там, я смотрю, это что-то вообще отдельное жилище. У меня квартира меньше, друзья. Реально, боже, а вид какой. Да. На поле еще раз. Тут лоджия, тут лоджия, наверное, квадратов, ну, не знаю, 50. Здесь получается, нет, здесь 18 квадратов, где-то 18 квадратов. Ну, мне кажется, что здесь 50, она огромная, она прям классная, огромная, просторная. Ну, и, соответственно, так все, просто та квартира, она зеркальная, грубо говоря, да? Как? Она не там была, да, она расположена в противоположной стороне, все квартиры одинаковые по площади, они просто зеркальные. Ну, да, либо туда, либо туда. Или квартиры на этаже. Вид классный. Еще раз скажу, что мы в центре города, и как раз-таки я тебе говорила, что квартира отлично подходит для семей с детьми. Почему? Потому что, если мы посмотрим вот как раз наискось, увидим яркий. Вот оранжевый с зелененьким, не знаю, если отсюда видеть. Ага, вон там. Гимнастический салон. Недалеко, да. Да, обрати внимание, какое сооружение. Вот это, да, мы сразу обратили внимание, да, 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 да. Баскетбольный комплекс. Это вот этот вот новейший, да? Новейший, да. Круто. А корты где, говоришь? Корты дальше сразу посмотри. Вот сразу видно. Разноцветные. А, вот это все. Да. Слушайте, ну это да, действительно, для тех, кто любит прям фанатеет футболом, спортом. А мне больше всего нравится. Это бог с ним. Я не увлекаюсь ни спортом, ни черта. Это для детей. Это понятно. Мне, вот когда ты выходишь, и я так понимаю, здесь ты выходишь примерно везде одинаково, просто по уровню, да? То есть мы на первом этаже находимся. Вот, вот, ты выходишь как будто в Бали. Вот если фанаты балийских каких-то вот отдыхательных моментов, вот, друзья. Вот здесь, я так понимаю, никогда ничего в ближайшее время не застроится. Здесь сады, классно, ничего не перекроется. Ну, во всяком случае, в ближайшем обозримом будущем. Понятно, что здесь строечка, ну, тут, в конце концов, город развивается и растет, это все-таки центральная часть. Ну, он не портит вид, он не портит ничего. Здесь круто, мне очень здесь нравится. Давай пройдем. Давай. Отсюда же в гостиную. В гостиную, да. Ну, гостиная вообще, такое ощущение, что мы сейчас, а за дверью там приемная Эрдогана будет. Это точно. Потому что, ну, тут прям круто. Гостиная около 55 квадратных метров. Она большая, просторная, светлая. Есть с выходом на лоджию, на нашу большую. Получается, и из кухни, и отсюда. Да. Все, все, все. Можно с разной стороны лодить. Круто, круто. У меня только вот, помните, раньше была притча, что слов нет, одни слюни и то матершины. Ну, правда, потому что тут, ну, круто. Вот, ну, прям классно. Давай посмотрим спальни. И двери, вот, и двери такие, вот, опа. И закрылись. Современные качества. Пауч. Классно, классно. А двери такие? Ну, ладно, мы потом покажем. Двери везде одинаковые будут. Все, не раскрывай секреты. Чтобы для людей было тоже интрига. Так, окей, коридор, коридор. Небольшая гардеробная комната. Ну, либо просто прачечная. Кладовка, да, если я сидел. Это не прачечная, это кладовка. А, то есть прачечная отдельная. Да, прачечная отдельная. Извините, пожалуйста. Извините. Ага, раз. Получается, вторая спальня. Ну, это такой больше, да, либо спальня, либо кабинет. Да, ну, тут как, под что адаптируют, собственно говоря, люди, под что адаптируют хозяева. У них здесь нет балкон, а нет есть, да? Французский балкон и большой. Очень маленький, да, да, да. Не будем открывать, не портить этот общий вид, собственно говоря. А если свет включишь, вообще потрясающе смотрится. А если еще вот этот свет включишь, то смотрите, какая атмосфера. Ну, просто божественно. Ну, вот прям вот работать, зарабатывать бабки здесь самое приятное. Так, окей. Пройдем еще в третью спальню. Ну, здесь уже, да, когда детская, я так понимаю, типа а-ля, потому что все в каких-то... Для девочек, да. Для девочек, для розовых форматов, все это красивенькое. Обрати внимание, какая гардеробная есть еще у девочек. А, это гардеробная? Угу. Гардеробная как раз-таки туда можно поставить стиральную машинку. Она уже и стоит здесь. Вот, и постирать. Она уже здесь и стоит, да. Ну, и да, действительно, можно использовать как некую постирочную, да, такое. С техническим балконом, на котором можно развешивать как раз-таки белье. Да, 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 да. Вид на горы неплохо, мне нравится, классно. Классно. А здесь нет санузла, получается, да? В этой детской нет. Да, здесь нет. Но он есть в санузел. Смотри, ну, есть это... Раковина. Это специально как техническое помещение, как раз-таки. Ну, да, я так понимаю. Тоже с французским балкончиком, с тем же видом, собственно говоря, на оливковые плантации. Классненько. Здесь шкафчик. Ты спрашивала как раз-таки про санузел. Угу. Ну, это тоже такой, типа, а-ля общего назначения. Такое выделено, да, сделано в каком цвете? Круто. Оно сделано, во-первых, качество. Во-вторых, ну, видно, что это дорогой материал. То есть это не просто какая-то дешманская... Современная одежда. Да, очень-очень красиво, все стильненько. Вот это особенно... Вот, даже мелочь, казалось бы, полотенцесушитель и топ. Оп, в цвете, матовый. Тут огромный... Боже, тут еще... Иди сюда, иди сюда же. Смотри, смотри, что тут есть. Тут не просто душевая кабина. Тут прям целый робот, который тебя будет мыть. Мне кажется, тут даже шланг тебе сам себя вот так вот вокруг тебя вьется. И вот полочки, подсветочка. Ой, вообще просто прелесть. Так, я уже запутался. Это получается раз, два, три и четыре. Четыре. Ну, а тут просто... Там, мне кажется, там еще вот там 15 комнат. Ну, это главная спальная, я так понимаю, да, хозяйская? Это, получается, мастер-бедрум, в который включает в себя большую, огромную гардеробную. Выполнена, да, стеклянными зеркалами, да, обрати внимание. Большая просторная комната, также имеет свой балкон. Балкон, ну, куда выходит? На горы, да, на горы. Ну, и, пожалуйста, я... И, извините за выражение, охрененно огромная... Посмотрите, какие эмоции. Ну, сауна. Тут прям, вот, а ты говоришь, нет сауны. Вот она, сауна. Но, ну, на самом-то деле, гипотетически, чисто теоретически, если мы все вот это уберем, например, и поставим огромную джакузи, и она здесь с удовольствием встанет, и еще останется... Место для хамама. Для соседей, которые будут приходить к тебе и мыться. Потому что много места. Две раковины, очень круто. Это очень классно, что две раковины. Отдельное. Первый раз, кстати, вижу о том, чтобы, ну, так сказать, унитазная часть, да, отделялась от душевой части. Ну, душевая, понятно, что кабина отдельная, но... Ну, классно. Шумоизоляция. Да, ну да. Но зато круто. И вот здесь место еще. Здесь даже есть какое-то окошечко легенькое. Для... На балкончик. Ну, как тебе? Какие ощущения после нашей квартиры? Боюсь, что эфир не пропустит мои эмоции. Потому что я их могу говорить много, сильно и прямо от души. На самом деле круто. Вот хочу лишь... Понятно, что мы еще подытожим сейчас выпуск, но хочу вот всем, вот тем, кто смотрит туда, и себе в том числе, пожелать, чтобы была возможность жить в таких квартирах. Вот это самое, наверное, классное. Кстати, у меня есть клиенты на эту квартиру. Они с Америки, с Нью-Йорка. Сейчас как раз-таки уже планируют переезд. Им очень понравилась данная квартира. Да круто, конечно. Тем более, если даже сравнивать там, ну, по меркам, я имею в виду финансового Нью-Йорка, то подобная квартира, например, в Нью-Йорке будет стоить раз в 15. Ну, не в 15, конечно, но раз в 5 точно больше. Круто, очень классно. Блин, не знаю. Меня захлестнули эмоции. Надо выдохнуть. Вы пока, друзья, погуляйте, потому что тут есть реально что посмотреть. А мы перейдем с тобой и покажем так, как они сдаются. Понятно, что это в шоурум. А без всего, ну, я имею в виду, вот так мы отдаем ключи. Отлично, пойдем. Продолжение следует... Так, а вот сейчас, друзья, мы покажем квартиру, подобную, как и вот несколько секунд назад вы смотрели, но та, как будет сдаваться жилье. Понятно, что она грязненькая, понятно, что там много всяких разных мелочей валяется, но ремонт тот, который есть. Давай я хочу обратить твое внимание, в первую очередь, что здесь все-таки еще газифицированный жилой комплекс. Обрати внимание, вход труб, газификация, что в Мерсении все-таки все объекты практически... Это один из больших плюсов ваших, господа. Которые вот... Которые у нас есть. Которые вставляют нам в палки, в колеса, аланийцам. Потому что у вас газ есть, а у нас его... Он есть, но он в баллонах. Так, ладно. Ну, это не будем о печальном, да, как говорится. Так вот, понятно, что, в принципе, практически все вот то, что мы видели без мебели и без всяких разных ковриков и посуды, и без техники, тоже немаловажно. Все абсолютно так же. И вот здесь четко можно понять высоту потолков. Потому что если там люстра, ну, она как-то все равно сужала пространство, то здесь вот я метр восемьдесят и вытягиваю руку до двух с половиной где-то. И еще вот можно в прыжке и не достать, собственно говоря. Также, собственно говоря, у нас спрятано, да? Да, спрятано. В целомности то же самое, да. Ну, абсолютно все то же самое, зеркальное. Давай быстренько просто покажем, что включает в себя, так сказать, сдача. Вот те же самые двери, остров, который, собственно говоря, был красив для хозяйки по под нужному размеру. Все-все-все-все-все-все техника. Мебель, кто у нас, скажи? Мебель. Мебель, фурнитура. Немеря, как она называется? Кухонный гарнитур. Ну, в общем, всякая разная вот эта штука. А еще, значит, что я обратил внимание. Смотри, иди сюда, наезжай. Прямо наезжай. Значит, это говорит о суперности, да, застройки. Качественности. Да, качественности. От супер. О том, что даже вот розетки, там выключатели. Panasonic. Я бы, мне кажется, даже не знал о том, что Panasonic выпускает такое. Ну, и, конечно, панорамноут. Там они были за шторками завешены. В общем, друзья, все то же самое. Да, 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 вот радиаторы, чтобы не быть белословным. Да, вот, собственно говоря, тот же, тот же вот матовый, черный. Вот этот классный, хороший. Так, здесь понятно, санузел все так же красиво. Здесь все. На полу хочу обратить внимание, просто там не обратил, потому уж не до этого было, там много все, в глаза разбегались. На полу ламинат, да, практически во всех комнатах. В жилых точно во всех. А вот в кухонной зоне, да, и в гостиной, там, по-моему, плитка. Ну, смотри, еще хочу обратить твое внимание, что все квартиры будут оснащены гардеробной, то есть, это будет полностью в комплекте радиаторы. И также у нас, получается, в зале будет шкафы. То есть, это все входит в комплектацию каждой квартиры. Ну да, друзья, вот все, что вы увидели здесь, уже вот на этом конкретном куске видео, то все, вот все то, что вы видите, это все точно ваше. И также санузел, покажи. Ну, понятно, что и санузел. А, тот же, да? Да. Ну да, такой же. Так же оборудован. Продуман. Да, и вот здесь, собственно говоря, как я и говорил, вот есть такая вот окошечко. Ой, чтоб я так жил. Снеж, два слова. Давай, хочется поговорить, понятно, что про объект мы поговорили, про район мы поговорили о том, что это, ну, что про центр говорить, да, в центре все есть. Тем более, кстати, мы давненько снимали про этот район с алмаз. В принципе, можете отмотать. Мы подробно разобрали, что такое Янишкир, собственно говоря. Окей. Так вот, про застройщика хочу узнать. Вот мы так ему нахвалили, так нахвалили. Правда, он хороший, ответственный, четкий. Не знаю, дядька, грубо говоря, да? Вот твое впечатление. Расскажи в двух словах, что и как, и почему. Ну, смотри, я сразу скажу, что это лучший застройщик Мерсина. О! Вот сменный дшад. У него на данный момент около 10 проектов только по Мерсину. То есть у нас, кстати, ты снимал несколько проектов, и сейчас мы едем тоже на съемку новых проектов на стадии карандаша именно этого застройщика. То есть у него прям нормально? Прям нормально, да. То есть это качественно строительство. Давно он на рынке? Он уже более 20 лет. Нормально. Да, то есть уже такой хороший, зарекомендовал себя. И как раз таки вот в данном жилом комплексе люди больше покупать недвижимость. Это местное население, турки, то есть состоятельные люди. И одна американка. И одна американка. Скажи мне, у него все такие проекты, типа, ну, формата премиум или все-таки у него разные? Смотри, вот этот получается самый люксовый его проект. А, то есть это самый жир? Самый жир, да. Остальные проекты, это все-таки среднего класса такой, вот квартиры для нас с тобой, как говорится. Ну, что это ты начинаешь? Меня вот сюда тянет. Меня тоже тянет. И раскрой мне секрет, потому что многие знают, говорят о том, что ой, да дорого там, вообще пафосно, а это вообще будет стоять колом и все прочее. Сколько здесь продано квартир? Ну, соотношение продано, не продано. Ну, давай сразу скажу, что в этом жилом комплексе, состоящем из двух блоков, на данный момент продано практически все. Осталось сейчас только 4 квартиры. Вот на данный момент, да. На май месяц 4 квартиры. Все. Все продано. То есть они все по одной цене, просто есть разноэтажность, да? Нет. Первоначально был, конечно, тоже определенный, как говорится, свой прайс на цены. Конечно, на котловане это была одна цена. Безусловно, безусловно. На данный момент это было совершенно другая. Когда проект завершенный, практически сдан, это, естественно, самая высокая его цена, безусловно. Да, самая самая. И какая же она? Прямо не стесняясь, не запинаясь, говори четко в эту камеру. 630 тысяч евро. Ну, на самом деле. За квартиру. За шикарную, обалденную, огромнейшую квартиру. В центре Мерсина. Ну, друзья, вы знаете, если гипотетически как-то сравнить, например, с аланийскими ценами, то за эти четырьмя квартирами выстроится огромная очередь, я имею в виду, если там брать наших, собственно говоря, клиентов. Поэтому цена, ну, мне, на мой личный взгляд, понятно, что она дорогая, понятно, что она большая. То есть, да, эти тоже там более полмиллиона евро, да, выложи, возьми и за квартиру, собственно говоря. Но оно того стоит. Место, город, расположение, геолокация, соответственно, огромная инфраструктура, которая тебя окружает. Да, да, да. Средиземный город. Это, естественно, ну, это и стоит этих денег, собственно говоря. Вы покупаете не и жилье, в том числе, ну, и, соответственно, некий, ну, какой-то статус, положение и все-все прочее. Здесь как раз-таки в данном жилом комплексе будет комфортно проживать для большой семьи. Здесь охрана 24 на 7, центр города, то есть, все шагово в пешей доступности. Также, как ранее повторилось, для детей очень много досуга. Вопрос, наверное, последний. Я не знаю, скажи мне, вот эта квартира подходит под гражданство? Гражданство нужно будет обсуждать. То есть, это, ну, в каком-то формате можно. Окей. Ну что, друзья, получили вы все данные, получили вы все красивые картинки, получили вы все наши эмоции. Мои в том числе, потому что их было огромное количество. Если вдруг у вас остались пожелания или вопросы, потому что к таким объектам вопросов всегда достаточно много. Вот, это твой объект? Это мой объект. Вот, Снежанна. Вот вы соединяйтесь, задавайте ей вопросы и получайте огромное количество всего. Если вдруг надо приехать, мы привезем. Если вдруг вы не можете физически находиться здесь, мы можем отснять, присылать, показать и сделать, я не знаю, некий видеопрезентацию, да, который, собственно говоря, вам покажет и расскажет, как это все может выглядеть. Поэтому не стесняйтесь, задавайте огромное количество вопросов, а вообще лучше подпишитесь на наш канал, потому что у нас не только обзорные разные выпуски поступают и выкладываются, у нас и экспертные, и новостные в том числе, да, и, в общем, огромное-огромное количество всего полезного, то, что вам необходимо для переезда в Мерсин, в Турцию и вообще в хорошую жизнь. В общем, рады, что вы досмотрели это видео до конца. Спасибо огромное, Снежан, тебе за тщательный разбор этого объекта, потому что один бы я точно не справился. Ну, а вам, друзья, хорошего, не знаю, времяпрепровождения и, как говорится, не тяните, потому что объектов все меньше и меньше, а хороших их вообще нет. Все, пойдем еще прогуляемся, мне прям очень нравится как там фонтанчик.